Сегодня мы тогда начнем разговор, то есть в прошлый раз я рассказывал больше, так сказать, рассказывал, чем показывал, поскольку речь касалась содержательных вопросов в статье, как писать статьи в Википедии, на чем это все основывается, и взаимоотношения между участниками правила взаимоотношения в проекте. Сегодня мы немножко поговорим о технических нюансах, поскольку для новичка иногда это бывает сложно разобраться в этом деле, чтобы немножко показать, то есть это на самом деле галопом по Европам, на самом деле технических нюансов, как собственный содержатель, их на два порядка больше, чем можно рассказать за полтора часа, но тем не менее какое-то общее представление можно получить. Значит, первое, о чем мы поговорим, это движок MediaWiki, значит, это программный механизм, на котором создана Википедия, и не только Википедия, а те веб-сайты, про которые мы говорили в прошлый раз, то есть это и Викисклад, и MediaWiki, и сайт, и сайт фонда Викимедиа, и все остальные сайты, которые поддерживают фонд Викимедиа, они все созданы на вот этой программе. Это, значит, программа распространяется под свободной лицензией, вот, создана в 2003 году, написана на языке программирования PHP, и использует для хранения информации реализационную базу данных. Она, значит, предоставляет возможность редактирования текста, создания каких-то страниц и всего, что там есть, используя при этом собственный формат оформления, который в итоге представляется как стандартная страница HTML, видна вот в интернете. Но этот формат, значит, формат язык-разметки, который она использует, он значительно проще, чем HTML, и для новичка в этом смысле гораздо удобнее. Например, вот для внутренних ссылок используются двойные квадратные скобки. И это стало, собственно говоря, символом. Вот на логотипе MediaWiki хорошо видно, с двух сторон две двойные квадратные скобки. И так оформляются внутренние ссылки внутри Википедии, в Вики-тексте. Достоинства и недостатки этого движка, значит, он не требует знания HTML, которые нужно, если создаешь сайт собственными руками. Есть разветвленная система администрирования страниц, то есть право доступа к странице, редактирование, чтение, изменение, переименование, там еще куча всяких нюансов, значит, сохранение всех версий страницы в истории навсегда. А модель этих актурий можно? Их можно спрятать. То есть вот есть такая функция администрирования, которая позволяет их спрятать от обычных участников. Видно, что была некая версия, но что там, просмотреть нельзя. И очень хорошо подходит для совместной работы. Недостатки. Сложность организации информации внутри страницы. Я потом покажу, в чем там проблема возникает. В отличие от бешков каких-то форумов, где все эти, скажем, лестницы ответов формируются совершенно автоматически, здесь это приходится делать, например, вручную при обсуждении. То есть разметка внутри страницы делается вручную полностью. Нет распределения прав доступа к информации в пределах страницы. То есть мы можем администрировать только страницу целиком. Мы не можем запретить, скажем, изменять категорию, но при этом не изменять, скажем, текст или раздел и так далее. То есть только все страницы целиком. Какой-то отдельный раздел мы не можем запретить изменять. То есть движок не видит разницы между какими-то отдельными элементами в этом плане. Теперь мы уже переходим к самим, собственно говоря, страницам в этом самом движке, медиавики, и посмотрим, что на них расположено. Значит, если мы посмотрим на любую страничку, мы возьмем там статью, скажем, скажем, Аполлон 11, последняя избранная статья. Сейчас она догрузится, еще не догрузилась. Вот она полностью догрузилась. Значит, что мы здесь видим? Значит, мы видим слева боковое меню. Вот курсором я показываю в левой части. Мы видим сверху, вот здесь вкладки, статья, обсуждение, чтение, просмотр, история. Мы видим поле поиска. Если мы там в него войдем и что-то поищем, он нам предложит еще вариант расширенного поиска. Сверху над полем поиска находится меню регистрации. И если мы зарегистрируемся, будет дополнительное, но об этом я скажу чуть позже. Значит, и вот все остальное здесь, это уже основное поле статьи или страницы. Внизу, в самом низу, находится, значит, вот здесь всякие служебные пометки, связанные там, значит, ссылки там уже на фонд Вики-Медиа, указания, когда было последнее изменение, лицензия, обратная связь, политика конфиденциальности и так далее. То есть мелкие служебные пометки внизу, страницы обязательно будут. Возвращают почему-то... Ага, вот так. То есть еще раз вспоминаем боковое меню, то, что мы видели, закладки, ссылка для редактирования, поиск простой, расширенный, регистрация, вход сверху. Значит, и основное поле страницы, внизу там служебные пометки. Устройство основного пространства. Значит, на самом деле все страницы Википедии, все страницы, которые мы там видим, они подразделяются на так называемое пространство. Есть основное пространство, это то, в котором размещаются статьи. Кроме этого существует пространство, например, пространство Википедия, то, в котором происходит обсуждение между участниками, связанное не с конкретной статьей, а, скажем, форумы какие-то, технические вопросы обсуждаются, общие вопросы по статьям, еще что-то. Например, удаление тех или иных статей обсуждается в пространстве Википедия, выборы происходят, там, скажем, администраторов или там арбитражного комитета и так далее. Это пространство Википедии. Есть пространство шаблонов, значит, отдельное. Вот, значит, статьи находятся в так называемом основном пространстве, у него нет префикса. То есть, у других пространств есть некий префикс. Википедия, двоеточие. Да, это пространство Википедии. Если префикса нет, идет название страницы без префикса, то это основное пространство или пространство статей. Вот здесь мы находимся, то есть, страница называется Аполлон 11, да, значит, без префикса, с двоеточием. Это пространство статей. А если мы возьмем, например, какую-нибудь страничку, скажем, нажмем на форум, то мы увидим Википедия, двоеточие, форум. То есть, вот эта часть называется префикса, это пространство Википедии. Значит, в основном пространстве Википедии есть статьи, категории, шаблоны, неоднозначности, интервики, порталы и, специально отдельно отмечу, статьи списки, выделены как отдельные статей. Значит, что это такое, для чего это служит, мы сейчас поговорим. Что такое статьи, я думаю, понятно. Все, да, это, собственно говоря, статьи энциклопедии. Категории. Категориями, значит, статьи каталогизируются фактически, да, то есть, чтобы они составляли какую-то иерархическую структуру, да, где можно эти статьи смотреть, искать и видеть. Значит, вот, например, статья Аполлон-11, категории находятся внизу, вот статьей, вот здесь вот написано категории, да, и она находится одновременно в нескольких категориях, эта статья. 1969 год космонавтики, программа Аполлон, события 20 июля, июль 1969 года, исследования Луны, искусственные спутники Луны, события 21 июля. Мы можем зайти в любую из этих категорий и посмотреть, какие статьи еще есть в этой категории. Вот статьи 1969 год космонавтики, находятся статьи Аполлон-10, Аполлон-11, Аполлон-12, Аполлон-9 и куча других статей. Каждая категория входит в какую-то надкатегорию сверху, вот они здесь показаны, да, 1969 год в науке, транспорт 1969 году и космонавтика по годам. У всех, я подчеркиваю, у всех категорий обязательно должна быть некая надкатегория, кроме единственной категории. Все, которая надкатегорией не имеет. Кто робит этой категории? А? Кто робит этой категории? Участники точно так же, как и статьи, то есть категории создаются в процессе работы над энциклопедией. Они служат для объединения сходных по темам статей в иерархическую структуру. То есть мы можем нажать просто на категории и увидеть, скажем, список всех категорий, какие только есть. Их тут огромное количество. Это вот первое 50. Причем красная, значит, такой категории пока не создана, но она уже где-то в статье проставлена. Но сама категория, страница категории еще не создана. А коли мы артикул створаем, мы уже его створили и уже поглядели, приклад на деку, он может категория одну поднести. Да, значит, правило требует, чтобы любая статья относилась как минимум к одной категории. А коли такой категории не мат, то ли? Можно более верхнего уровня взять. То есть не обязательно статья должна относиться к очень узкой категории, она может относиться к более общей категории. Не существует статей, которые не могут относиться ни к одной категории из уже созданности. Потому что есть категория статьи. Она обязательно будет к ней относиться. Ну и далее рекомендуется, естественно, относить статью к наиболее узкой категории, в которую она может целиком по теме помещаться. То есть понятно, что категорию Аполлон-11 не надо помещать в категорию космонавтика. Потому что есть более узкая категория. 1969 год в космонавтике. Кто не видит, что есть год, может... Понятно. Он может поместить в космонавтику, а потом кто-то это подправит, если он не разобрался. Но войдя в структуру категории... Ну, старая категория, кто хочет. А по селям находятся монстры гейкие, какие надо будет там парадок. Да. То есть наведение порядка с категориями это такая же работа, как наведение порядка со статьями. Это абсолютно, в общем-то. И этим занимаются те же участники Википедии. То есть создают категории. На самом деле есть участники, которые не пишут статей, например. Им интересно заниматься, так сказать, организацией процесса. Вот они там ранжируют категории, создают новые, удаляют неправильные. Есть специальные правила для категоризации. Ну, основанные на тех же принципах. Понятно, что если категория, значит, там принцип транзитивности должен соблюдаться и так далее. Скажем, в русской Википедии это одно из наиболее сейчас спорных правил категоризации. Оно там окончательно даже не принято. То есть есть некие консенсусные положения, есть некие спорные, по которым продолжают спорить и так далее. То есть есть люди, которые занимаются, например, только организацией категории или там какими-то еще вопросами, и статьи при этом не пишут. Это тоже очень полезная для работы, потому что иначе энциклопедия была бы просто свалкой. То есть там неорганизованной свалкой статей. А это именно организация информации. То есть категория это основной инструмент организации навигации внутри Википедии. Опять же, это навигация между статьями. Войдя в категорию, в которую входит данная статья, мы можем перейти к каким-то другим статьям, связанным с ней по тематике. И действуя, так сказать, переходя на следующий уровень или на другой куда-то еще. То есть вот мы сейчас перемещаемся по категориям. И вот дошли, скажем, до категории, не знаю, годы в авиации. Скажем, пришли от категории «Аполлон-11» до категории «История авиации». И через эту категорию пришли, скажем, к статье «Большая аэродинамическая труба». Вряд ли на нее стояла прямая ссылка в статье «Аполлон-11». То есть по прямой ссылке оттуда перейти было невозможно. А через категорию мы сюда попали, если мы шли по каким-то ссылкам, искали варианты. То есть еще раз напоминаю, категории для организации информации и структурирования. Шаблоны. Для простоты понимания шаблон – это страница, которая включается в другую страницу. То есть это общее определение. То есть есть некая страница, и если нам нужно ее содержимое полностью включить в другую страницу, она создается в пространстве шаблонов и потом используется. Сейчас я покажу пример, чтобы было понятно на примере. Что такое шаблон и как это работает. Так, секундочку. Шаблончик. А, мы можем просто открыть направку. Вот какой-нибудь шаблон. Вот шаблон примечания, один из самых используемых. Это сложный, да? Какой-нибудь навигационный взять? Давай посмотрим. Навигационный есть только какой-нибудь шаблон. А, ну вот, например, незавершенная. Шаблон не переведет. Шаблон навигации. Нет, это все сложное. Нету, да? Ну, давай сейчас возьмем какую-нибудь. Найдем, нет проблем. Какую статью взять? Там шаблон робот, конечно, надо продавать. А? Шаблон какой? Шаблон. Какая получающая? Ну, не знаю, история по сути... История, там... Нажми Рюриковича, наверное. А, Рюриковича, да? Шаблон Рюриковича? Да. Хорошо. А, нет... Шаблон Рюриковича. Да, это он, он. Это он, да? Шаблон Рюрик 1. Вот смотрите, с правой стороны у нас содержание этого шаблона. Вот это колоночка. Мы можем войти в любую статью и увидеть там содержание этого шаблона. Внутри тут, наверное, много, если мы откроем страницу на редактирование, вот, собственно говоря, содержание. Вот здесь все, оно находится. Это содержание шаблона, внутренность его самого. В каждом артикуле не писать код. Вот этот вот большой код, который мы только что видели на редактировании, для того, чтобы не писать его в каждой статье, где мы используем этот шаблон, мы создаем специальную страницу в пространстве шаблона, шаблон Рюрик. И дальше вот смотрим, например, в статье Святослав. Это уже инший узровень працы, строение шаблона. Нет, само создание понятно. Я пока использование показываю, чтобы люди понимали. Вот смотрите, если мы вот здесь вот посмотрим, то вот здесь в двойных скобочках фигурных написано Рюрик 1. То есть вот то, что заведено в двойные фигурные скобки, это шаблон. И выглядит это включением страницы Рюрик 1 сюда, в страницу Святослава. И выглядит вот так. То есть мы написали Рюрик 1, и видите, он появился здесь целиком. Есть этот шаблон. То есть если вы будете смотреть код страницы и не будете понимать, что вот это такое и откуда оно берется, то двойные фигурные скобки покажут вам, откуда это взялось. Это шаблон включения другой страницы в эту. Неоднозначности. Бывает на самом деле достаточно много ситуаций, когда одним и тем же словом называются разные предметы. Аммонимы. Значит, понятно, что если человек заводит аммоним в поисковую строку, он что-то должен получить на выводе. Чаще всего ему предлагается страница разрешения неоднозначности. То есть страница аммонимов, на которой есть ссылки на уже статьи, где значения стоят. То есть в основном пространстве находятся страницы неоднозначности. Ну какую взять неоднозначность? Скажите, Минск. Минск? Пожалуйста. Нет, нет. Одразу... А, Минск нам кинет значение. Нет, надо на самом деле по-другому. Сейчас покажу. У Минска просто есть основное значение. И оно, естественно, будет бросать на город, а страница разрешения неоднозначности будет вот так. Вот так будет выглядеть страница неоднозначности. Сейчас увидим. Вот, смотрите, Минск значение. Вот здесь находится список фактически статей аммонимов для Минска. Вот это есть страница неоднозначности. Внизу такой стоит шаблон, который выдает эту информацию. И страница включается в категорию «Многозначные термины». А где это? Сейчас, секунду. Покажу. Значит, здесь шаблон, который называется неоднозначность. Вот, кстати, сейчас увидим. Видите, шаблон неоднозначный внутри страницы. Он отображается вот таким образом, как шаблон. Он виден здесь внутри страницы. Он отображается вот этим вот блоком. Список значений слова со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали, вернитесь, уточните, чтобы она указывала на статью. Иногда бывает так, что ссылки из статей указывают на страницу аммонима случайно. То есть, хотели указать на статью, а в результате указали на аммоним. Если такая ссылка найдена, ее следует исправить, чтобы она указывала на конкретную статью. То есть, статьи должны ссылаться не на аммоним. Если понятно, что в статье не об аммониме речь, а именно о каком-то конкретном значении, то нужно ссылаться на конкретное значение. Зараз у русской википедии такие способки позначаются колерам на уху. Это отразобачно. В белорусской википедии такого нема, а ли можно в наставлениях своих, проглядом, наставить такое, что и в белорусской будет показывать колерам, что с посылкой идя на неоднозначность, а не на артикул? То есть, в русской википедии это видно, когда ссылка подсвечена красным. Значит, это ссылка на неоднозначность. То есть, залито красным цветом слово. Значит, надо исправлять эту ссылку и ссылаться на значение конкретное. Неоднозначность. То есть, страницы неоднозначности мы посмотрели. Интервики. Интервики – это межязыковые ссылки, которые служат для связи между языковыми разделами по одной и той же тематике. Причем это касается не только статей, но в первую очередь, конечно, статей. Вот если мы возьмем, скажем, статью «Минск», то вот здесь слева стоит такой раздел, называется «На других языках». Вот он. Да? И вот здесь стоят ссылки на статью «Минск» на разных языках, на которых есть статья с такой темой. Это не означает… С темой только. Да. Тема «Минск», город Минска. Она может быть имше. Нет. Обычно «Минск» и должна называться «Минск», только на соответствующем языке. Но теоретически тема может называться немного иначе. Ну, не дословным переводом. Понятно? На белорусскую покажи, там «Иншена» будет. Ну, давайте зайдем, скажем, на белорусскую. Город Минск. Она будет называться, да, она будет называться «Город Минск». Да. Вот так. Тарашкевец. На Тарашкевец она будет называться «Минск». Да? И так далее. Значит, главное, чтобы это был один и тот же предмет описания. Да? Интервики связывают между собой страницы, где один и тот же предмет описания. Названия могут быть, конечно, немножко различаться. Значит, это межязыковые ссылки. Подчеркну, что содержание статей, разумеется, не является идентичным. То есть, каждый раздел действует и пишется абсолютно самостоятельно. Разумеется, не только не запрещены, но и весьма приветствуются переводы. А просто автополит в переплате. Да. Если кто-то просто взял статью и полностью ее дословно перевел, значит, содержание будет одно и то же. Но это вовсе не значит, что на следующий день кто-то не придет в ту статью или в эту статью, и что-нибудь там не изменит. То есть, по умолчанию статьи в разных разделах по интервикам друг от друга отличаются. И могут отличаться весьма существенно. В одной статье может быть, там, избранная статья огромная, там, на 200-300 килобайт. А в другом языковом разделе или вообще не быть статьи, если нет интервики. Или статья, там, состоящая из двух абзацев, например. У нас был перекладный артикул в Гонконг. Он был самый великий из всех артикулов на всех мовах про Гонконг. А не читать его было не максимально. Слишком. Слишком. Слишком большое. Надо же на эту информацию. Не. Ну, там был такой пероклад, что... Ну, зараз я его не могу. Дрендный пероклад был. Ну, там, на некой особливой мове, властной белорусской мове, там... Я подчеркну, что интервики касаются не только статей, они могут касаться и категорий, они могут касаться и шаблонов, они могут касаться любых страниц Википедии. То есть, скажем, одинаковые категории тоже связываются интервиками с соответствующими категориями на других языках. Например, если мы возьмем, скажем, города Беларуси, вот здесь вот есть категория на Минске, да, мы увидим слева интервики на соответствующие категории в других разделах. Вот если мы зайдем на белорусскую, увидим здесь города Беларуси, да, категория, где находятся статьи. Опять же, это не значит, что содержание этих категорий абсолютно одинаково. Про какой-то город в каком-то разделе статьи может не быть, а в другом наоборот быть. Но поскольку категория тематически одна и та же, то они связываются между собой интервиками. Можем зайти в Тарашкевицу, посмотреть, как это выглядит в Тарашкевице. Вот города Беларуси в Тарашкевице. Здесь подкатегории гораздо больше, потому что там по каждому городу, видимо, не одна статья, а довольно много. Касающихся конкретно этого города. Скажем, по Марииной Горке можно посмотреть, что тут есть у нас в Тарашкевице. А, есть еще подкатегория выбитные особы, народилися, и там две статьи. Ну, я могу сказать... Можем Маскевич. Да. Такая выбитная особа особа народилась у Марии Горке. На белорусском, кстати, про него тоже есть статья, а на русском пока нет. Владимир Александрович Маскевич, старшиня КДБ. А на русском, как видите, статьи про него нет. Но зато есть на польском. Ну, сейчас можем посмотреть, что про него на польском, какого размера статья. Думаю, что не очень большая. Ну, написано. Ну, вот, собственно говоря, все, что про него есть на почте. Дипломаты? Ну, еще дипломаты. Это тоже нечто очень большое. Ну, нет. Это он сам и есть. Да. Он сам и есть. Он просто потом поехал в качестве дипломата. Так, вернемся немножко к круткой википедии. Значит, продолжим. То есть, вот мы увидели, как работают интервики. Да, они связывают между собой одинаковые темы. Это может быть статья, это может быть категория, это может быть шаблон, это может быть страница обсуждения какая-то и так далее. Ну, потом с собой можно еще раз до шаблона торгнуться, бы я не совсем шаблоны сразу умела покрыть. Давайте вернемся к шаблонам. Сейчас мы закончим остальное и потом еще раз поговорим про шаблоны. Порталы. Значит, смотрите, у википедии есть так называемая заглавная страница. Я думаю, ее все видели. В каждом разделе она есть, безусловно. Есть заглавная страница. Что она собой представляет? Сейчас придем на заглавную страницу. Она собой представляет вход в википедию, где отражаются некие разделы. Избранная статья, хорошая статья. Раздел, знаете ли вы что, из новых статей, какие-то интересные статьи с интересными фактами, привлекающими внимание. Они вообще туда зайти? На главную страницу? Вот щелкаете в логотип и заходите прямо на главную страницу. Просто в логотип в левый верхний угол. Это на таксамах, то есть это сядете и выбирает? Да, это специальный проект, где есть участники, которые выбирают, какие статьи сюда поставить и каким образом должна быть отражена эта фраза, чтобы это было интересно, чтобы привлечь внимание участников. Сюда поставляются статьи из новых статей, которые написаны либо сильно улучшены за последние 15 дней в русской википедии. Как по-белорусски, не знаю, как у вас там раздел ЗОВ есть? Вельми вялый. Вяло. Вяло, да. Ну, здесь очень... Ну, вот, как это вот, ну, как же, запошенные 15 зон. Либо написано, либо... За три дня, два жена. За две недели выбираем. У нас на уголку, в нашей пиросити поглядим. Да. Сейчас, кстати, можно взять вот этот раздел, например, «Знаете ли вы что», да? Посмотреть на главной странице белорусской википедии, скажем, посмотреть на Тарашкевича, где у нас тут. Вот. По интервике просто щелкнуть и увидим сразу. Вот, берем белорусское. И смотрим, что там у нас есть. «Знаете ли вы что», да? Ну, вот там архив, подготовка, просмотр и так далее. То есть это туда заход уже в конкретный проект. Да. Или вот. У нас не манейки в термину. То есть, когда кто-то и желает, кто-то и обновляет, да? Да. Как Бог на душу и помогает. У нас обновляется каждые три дня в русской википедии. Вот в Тарашкевице «Тебя да и те вы», да? То есть, соответствующий раздел. Вот. Это из новых статьй обычно ставится что-то такое вот интересное. Дальше. Что еще здесь есть? Здесь есть раздел «В этот день», да? То есть, вот сегодня там 31 мая. Какие-то события и ссылки на статьи, связанные с этими событиями. Естественно, ссылки на даты, в которых там тоже что-то про это написано. «Всемирный день без табака». То есть, есть статья про этот «Всемирный день без табака». Значит, ссылка, соответственно, на эту статью про этот день, да? Значит, кроме этого, здесь стоит изображение дня, которое берется с Вики-склада. У них там есть такой конкурс, оно сюда транслируется. Стоит ссылка на события в Вики-новостях этого дня сегодняшнего конкретного. И некоторые еще разделы, скажем, «Совместная работа недели», приглашение участников принять совместную работу в улучшении какой-то темы, которая избирается, опять же, в соответствующем проекте «Работа недели». То есть, предлагают люди темы, голосуют. И та тема, которая набрала больше всего голосов, выставляется сюда в качестве предложения совместной работы недели. А звера кто выбирает? А? А это на Вики-складе, как я уже сказал. Это картинка с Вики-склада. Это лучшая фотография, которая… Это независимо от звера, да? Это просто… Нет, это не обязательно зверя, это может быть человек. Это просто качественная фотография. То есть, опять же… Да, абсолютно. Любая фотография с Вики-склада может здесь транслироваться. То есть, это лучшее изображение дня, так называемое. То есть, вы первые поставили? Нет. Это международные проекты. Это Вики-склад, как я говорил. Все выбирают. Там выборы. Выборы. У кого всеуют, обсуждают. То есть, это делается на Вики-складе. Это коллективное? Да, конечно. Коллективное. Международное коллективное. Да. Ну, и вот здесь еще есть… А, так это международное. На всех. Да, я же говорил, что если фотография… Нет, есть проекты, где делают собственное, скажем, изображение дня. Языковой раздел, например. Я не знаю, как в английском. Может быть, например, там делают собственные выборы изображения дня. Отличающиеся от Вики-склада. Но в русской Википедии такого выбора не делают. То есть, мы на это не отвлекаемся. На Вики-складе сидят люди, которые хорошо разбираются в фотографиях. Они выбирают, окей, мы просто транслируем. Значит, теперь, что касается порталов. То есть, собственно говоря, вот эта страница представляет собой портал в Википедию. Вход в разную тематику. Смотрите, сверху еще категории указаны, тематические, верхние, да. Значит, создать статью, справка и так далее. Портал – это такая же страница, как заглавная, только по какой-то теме созданная. Она является входом в определенную тематику. Например, Дальний Восток России. Вот портал Дальний Восток России. Это страница, в которой отображается информация по этой тематике, из которой удобно переходить на новые статьи, на какую-то дополнительную информацию по этой теме, посмотреть категории по этой теме, родственные порталы и так далее. Артикула такого нет. Какого? Дальний Восток России? Нет. Есть, конечно, статья. Вот на нее ссылка. Вот на нее ссылка. Это статья. Вот смотрите, чем отличается статья от портала. Статья, вот она. Обычная статья о Дальнем Востоке. Вот она. А портал – это все, что касается Дальнего Востока России, как заглавная страница. То есть, вот здесь нет, например, знаете ли вы что… А вот есть. Знаете ли вы что, касающееся Дальнего Востока? Маленький кусочек. Видите? Но это только то, что касается Дальнего Востока России. И, разумеется, этот раздел может обновляться гораздо реже, не раз в три дня. То есть, столько статей не пишут по Дальнему Востоку. Новые статьи по этой теме. Обратите внимание, вот в правой колонке. Крупнейшие города, раздел Дальнего Востока. То есть, все, что касается этой тематики, здесь как вход в эту тему. Как заглавная страница, но именно касающаяся конкретной темы. Мы сюда заходим, пожалуйста, именно за головной сторонкой. Нет. Мы можем зайти на портал каким угодно способом. Там, где мы видим ссылку на портал. Один. Есть сторонка портала. Да, есть страница портала. И мы сейчас можем на нее зайти. А чем эта посылка на портал? Википедия портала. Потому что портал – это не статья. Нет. Википедия портала. А, Википедия портала. Что-то портал заразумело. Али, как ли вы кажете, с посылкой на портал. Лучше бы я... Там будет она где-то стоять, написано «портал такой-то». Обычно пишут «портал такой-то». И вы понимаете, что это статья. Википедия. Портал. Вот. Вот у нас страница с порталами специально посвященная им. И вот здесь... Сейчас мы на нее зайдем. Порталы будем... Нет. Мы можем просто, если вы помните, войти в Википедия портала. И вот здесь все порталы. Вот здесь все порталы. Вот тут. Категория портал. Причем их тут много. Скажем, порталы по... Вот 470 порталов. Порталы по алфавиту. То есть они тут собраны, чтобы было понятно, сколько их и все были видны. Большая русская экипедия. Ну, может быть, есть какая-то страница. Я, честно говоря, не помню. Значит, вот тут их... О! Бухгалтер Стеллик, так самое. Да, есть портал, да. Ну, не факт, что он сильно живой. Ой. Ну, холеразъем. Много-много порталов, которые слабо обновляются, и не очень живых. Вот. Но есть очень живые порталы, скажем, вот я поддерживаю, например, портал Холокост. Вроде бы тема довольно узкая, но тем не менее, как бы, ну, стараюсь там более-менее что-то делать. Сейчас вот покажу. У нас в белорусской экипедии амальнима порталов. Были некие там товарищи, которые творили портал Футбол издаются больше никаких нема порталов. Вот еще и порталы порталов. Но нема столько утильников, как... Да, не хватает людей просто поддерживать эти порталы и обновлять их. То есть они имеют смысл, естественно, когда там что-то обновляется регулярно. Вот. Значит, сейчас вот я покажу. Вот, например, портал Холокост, который я сделал в русской экипедии. Вот это выглядит вот таким образом. Что такое Холокост? Ссылка на основную статью. Категории «Избранная статья. Примечательная личность». Основные темы вот с правой стороны. Избранные и хорошие статьи по этой конкретной теме. Такие есть избранные списки. Знаете ли вы, что раздел, который время от времени обновляю, хотя я не очень часто. События в этот день, 31 мая, что происходило по этой тематике. И новые статьи, которые появились за последнее время. Последние 10 статей по этой тематике. Ну и ссылка на родственные порталы, которые как-то связаны с этой темой. Или какие-то проекты. Что еще где. Скажем, Холокост на Викисклазе – категория, которая связана, естественно, тематически. То есть вот портал Холокост. Значит, статьи и списки. Я их как бы отдельно отмечаю вот в каком смысле. По правилам русской Википедии списки – это статья особого типа, регулируемая отдельным правилом. Она выглядит примерно следующим образом. Скажем, список округов Франции. Возьмем, например, первое, что мне попалось. А, это вообще служебный. Президенты США, например. Да, президенты США. Вот это будет точно правильно. Хороший список. Президенты США. Вот возьмем. Вот список. Посмотрите, как может выглядеть список. То есть это обычно в виде некой таблицы. – Это не заключение? – Ну, это хороший список. Это очень хороший список. Качественный. Где перечислены все президенты США. И какая-то информация по каждому из них, которая относится к его президентству. Значит, президент, имя. И здесь стоят ссылки на статью об этом президенте. Там на даты, когда происходило. Кто был вице-президентом. Статья. Период дней. Иногда бывает от какой партии, скажем, демократ-республиканец. А это по партиям, скорее всего. От каких партий они избирались? – Вверху. – А, вот указано. Беспартийный, федералист, демократ-республиканец, демократ-вик-республиканец. То есть это по партийным принадлежностям по свету определяется. Вот такая штука. Значит, понятно, что это необычная энциклопедическая статья. Но она тоже относится к пространству статей, то есть списки относятся к пространству статей. К спискам относятся также хронологии. Например, взять… А, ну вот, сейчас я вспомню, у меня есть хорошая хронология советской цензуры. Хронология советской цензуры, потому что я писал статью по этой теме. Помню, что я из нее потом выделил хронологию. Вот тоже это список, то есть хронологический список. События просто в виде списка событий, что происходило в истории советской цензуры. Какие отрознили от артикулов? Потому что часто бывают, когда находишь такое, и думаешь, некий один артикл, не маньяка, информация только, даты и что назвалось. Вот так и… Ну, когда у вас подобное артикуле про особых, то это неправильно. Да, если это про человека, то это неправильно, потому что должна быть биография связанная. А если перечисляются некие однотипные элементы, и вся статья посвящена, понятно, хронология в заголовке, или список, или просто написано «президенты США», и видно, что там идет перечисление однотипных элементов, то это статья-список. Сейчас в русской Википедии, кроме того, стал ставиться на такие статьи, стал ставиться вот такой значок, это страница… А, ну это избранные списки портала, есть просто значок списков стали ставить, еще не на все поставили. Вот, ну, например, вот это входит в категорию хронологии. Да? То есть вот в хронологиях должны стоять списки. Только техничные пиролики, их ставятся. Да. Да, просто… Внутри статей тоже бывают, внутри статей списки чего-то там, да? Но это именно внутри статей какие-то элементы. У артыкулах так само можно работать хронологию, а линии великую, как некоторые люди робят там на каждом шмат, там, основная хронология у артыкуля… Да, статья не должна быть полностью хронологией, она должна быть связана… Теперь давайте вернемся к шаблонам, раз это не очень понятно, и еще раз посмотрим, что такое шаблоны и как с ними бороться. Как подчатку, что это такое? Да. Шаблон – это страница, содержание которой включается в другую страницу. Если нам нужно одно и то же содержание отобразить в большом количестве страниц, то нам это проще всего сделать с помощью механизма шаблона. Ну вот давайте еще раз возьмем… Мало это не того, что… прости, а того, что… Возвратить некую таблицу там, некие там валинки, малюнки, все это займает шмат месяца, ну, байтов этих механизмов… Да, ну и опять же, мегабайтов… Мало того, когда нужно обновить эту таблицу, можно обновить этот шаблон… Да, если мы изменяем шаблон, то его содержание отображается одновременно, обновляется на всех страницах, куда он включен. Нам не нужно ходить по всем страницам и изменять это везде, понимаете? Мы изменяем это только в одном месте. Поэтому если некая информация включается во много страниц разных… Ну вот смотрите, например… Вот стандартный навигационный шаблон «Румыния в темах». Этот шаблон будет стоять во всех статьях, на которые здесь стоят ссылки. Ну и на будущих, которые красные пока еще не написаны. Ну вот, например, мы берем «Королевство Румыния» статья, заходим туда, опускаемся вниз, где он тут? Сюда не добавили. А его не добавили. Ну это не правило, но… Да, ну это… Да, то есть мы просто не поставили. Сейчас посмотрим «Республика Румыния». Ну здесь-то он точно должен быть. Что-то не может быть, чтобы его тут не было. Совсем уже не хорошо. Да, вот он, вот вверху «Румыния в темах». Тоже, кстати, плохо оформлено, очень много шаблонов. Неправильно. Вот шаблон «Румыния в темах» здесь. Черным цветом отображается та статья, в которой он находится. Синим те, в которые можно перейти. Он, кстати, выполняет этот шаблон навигационную функцию. То есть мы в один щелчок можем из него перейти в любую статью по этой тематике. Видите, да? То есть нам не надо долго искать ее. Только этот шаблон. Тема «Румыния». Тема «Румыния». Вот этот шаблон, да, он будет там одинаковый. Берем, скажем, вооруженные силы. Вот смотрите, военно-морские силы Румынии. Приходим вниз, там должен быть этот шаблон. Нету. Не поставили. Но это на самом деле просто недоработка. Давайте возьмем какой-нибудь шаблон, который точно знаю, что хорошо стоит, скажем, в Израиле в темах. И который точно хорошо расставлен в Израиле в темах, потому что сам я его расставлял. Я точно знаю, что он стоит там, где надо. Вот шаблон «Израиль в темах». Здесь все об Израиле. Если мы возьмем статью, скажем, «История Израиля», вот здесь, щелкнем, пройдем вниз, то вот стоит шаблон «Израиль в темах». Вот он, видите? Если я в этом шаблоне что-то поменяю, например, там не хватало какой-то статьи, не было изначально, то я ее изменю в самом шаблоне, это изменение сделаю. Оно отобразится во всех вот этих вот десятках статей, в которых он сейчас стоит. Понимаете? Вот во всех синих ссылках вот этих этот шаблон есть. И это изменение отобразится одновременно везде. Как это выглядит? Сам шаблон, смотрите, он достаточно большой, да? Там много информации сделать. Это достаточно непросто. Смотрите. Вот он. Шаблон к тому же может быть сам. Да, шаблон тоже включать в себя может некие шаблоны, рисунки, тексты. Тут целая куча. Вот, смотрите, вот он какой. То есть очень много здесь информации. Что-то, может быть, тут понадобилось поменять? Он так само складается с шаблона навигационного. Да, навигационная таблица и так далее. То есть шаблоны включаются в другие шаблоны и так далее. А это шаблоны навигационной таблицы, он вельми великий, великий там, вельми. Там огромный, да, текст этого шаблона. Но он здесь... Как спростить створение ихших шаблонов. И статей. Ну, так. То есть это упрощение. Чтобы одну информацию включать в другую, просто вот в квадратных скобочках пишем название и она включилась. Ну, я прикладом лечу, что вот эти шаблоны, особенно вот такие, и они далеко-далеко сзаду в этой википедии. Ну, не знаю, русская википедия достаточно важная. Ну, не вельми потребная. Когда информации становится много, они становятся важными. Значит, вот я покажу сейчас, где он находится, чтобы вы его видели. Вот смотрите, вот Израиль в темах. Вот, собственно говоря, включение этого шаблона. И он тут появился. Вот от нас маленькая строчка. И весь вот этот огромный шаблон, который мы только что видели, все его содержание, оно включилось в эту статью истории Израиля. Ну, сенс невидовочный. Одно расскажу. Так это надо разобраться, как працовать, и на уж то иное потребно. Просто у русской википедии, у белорусской так само. Зараз заявляется шмат подобных шаблонов. Вот, працюя в этом проекте, связанность. Связанность, да. Вот. Из-за этого шмат ставить в шаблоны, как бы показчики полепшить. Ну, на самом деле, это действительно все-таки помогает связывать статьи. Вот таким выглядят, как он зараз есть, и он мало что дает на углу. Нет, ну понятно, что он ниже, и никто не досчитает. Нет, но есть шаблоны, например, вертикальные вверху. А это на углу? Вот такие. У нас, например, в русской википедии считаются вот эти шаблоны не очень желательными, хотя их довольно много. Вот такие шаблоны. Это так само? Да, это тоже шаблон, да. И мы можем его здесь увидеть очень легко. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Нет, так само мало что дает на углу. Только и место занимает вверху, и я так лишу. Вот смотрите, вот он. История Израиля, видите? Вот это весь, уже этот шаблон включен одной вот этой строчкой. Видите? Вот я выделил. Вот это одной единственной строкой, он уже сюда включился. Больше здесь ничего нет. Только этот шаблончик и вот этот весь столбец громадный уже сюда вклеился. Вот таким образом. То есть шаблоны служат для включения других страниц. Теперь понятно, для чего это? Как это работает? То есть есть некая страница, в ней чего-то есть. Если нам надо всю ее куда-то вставить, в несколько мест. Ну в одном месте не имеет смысла. Но в несколько мест уже имеет. Во-первых, мы экономим нагрузку на серверы довольно существенно. То есть мы один раз только пишем этот код, а не двадцать раз. И второе, это позволяет, если мы в одном месте поменяли что-то в этом шаблоне, то оно отобразилось во всех местах сразу. Да. То есть даже в этом, именно это ошержение места на сервере, это основное лишу, так скажем… Ну на этот счет есть разные взгляды. Там места не лишатся. Да. Я думаю, что на этот счет есть разные взгляды. Али все это, как что я брошу, яки избираюсь каждый год. Да. Я ныне лишу тебя, али… Ну давайте перейдем дальше, потому что каждый такой нюанс мы можем обсуждать до бесконечности. Нет, я лишу на углу, что шаблоны… Ну, а пошли, что треба обмерковывать… Ну, показать людям надо, чтобы они понимали. Дальше обсуждать действительно нужно долго и тут это точно не нужно делать. Значит, визивиг инструменты. Здесь я написал, собственно говоря, такой небольшой порядок, как нам нужно редактировать Википедию в общем и целом. То есть, когда мы что-то хотим изменить в статье Википедии, да, мы сначала должны обдумать, что мы там собираемся сделать, да, потом отредактировать текст, потом сделать описание нашей правки в поле описания, указать, что мы сделали, собственно говоря, чтобы другие участники, которые видят только список правок, да, чтобы они видели пояснение, да. Потом… Визии есть такие короткие, можно просто натискнуть там… Да, ну это я сейчас покажу. Подожди, Максим, подожди, да, давай сначала по всему порядку. Значит, потом сделать предварительный просмотр, то есть увидеть, что мы изменили и как это будет выглядеть, да, потому что если мы нажмем записать, а там какая-то ошибка, нам придется потом это исправлять. И потом нажать запись изменений после того, как мы убедились в предварительном просмотре, что мы все сделали хорошо и правильно, да. Вот, собственно говоря, такой порядок, и мы сейчас займемся нашими инструментами редактирования. Сейчас возьмем какую-нибудь статью и попробуем, что-нибудь до записи доходить не будем, а просто, скажем, возьмем статью «Минск» и попробуем что-нибудь там изменить. Даже не регистрируясь как участник, а просто как аманин. Ну давайте посмотрим безработицы. Допустим, в конце, вот здесь, в «Здоровье». Вот смотрите, в разделе «Здоровье» в конце нет точки. Нарушен синтаксис. Давайте исправим эту проблему. Нажимаем «Править», то есть мы обдумали, что мы хотим сделать, поставить. Теперь мы начинаем править. Точку по правилам типографики надо ставить после сноски. Вот это вот реф – это сноска, оформление нашей сноски. По правилам типографики перед сноской или по правилам википеды и после? Я потом тебе покажу правила типографики, если ты их не знаешь. Ну добро. У нас все по правилам. Значит, ставим точку. Теперь посмотрим, что мы сделали. Вот здесь внизу. А, нам надо описать правку. Значит, мы можем написать вот в этом поле любой текст, который касается описания нашей правки. В данном случае мы исправили пунктуацию. Мы можем написать здесь «Исправление пунктуации». Но для того, чтобы долго не мучиться, у нас вот здесь вот, обратите внимание, под полем описания правки есть выбор стандартных вариантов описания. И вот здесь есть пункт. Нажимаем, появляется пунктуация. Записать так, предварительный просмотр того, что мы сделали. Нажимаем «Предварительный просмотр» и видим, что у нас появилась вот здесь точка после сноски. Значит, мы все сделали правильно. Мы ничего тут не попортили, поставили, что хотели. Нажимаем «Записать». Ждем результата, когда запишется страница. Все, страница записалась, точка появилась. Мы внесли нашу правку «Изменение пунктуации». Так вносятся любые правки. То есть вы можете там написать какой-то текст или удалить какой-то текст, или переписать что-то и добавить нечто. Мы сначала подумали, что мы хотим сделать. Потом нажали «Править» в соответствующем разделе или во всей статье. Сделали это исправление. Написали описание нашей правки, что мы там сделали. Нажали предварительный просмотр, убедились, что мы все сделали хорошо. И нажали «Записать изменение». Вот, собственно, порядок. Наш порядок изменения текста. Теперь по поводу инструментария немножко. Вот здесь, когда мы нажимаем «Править», у нас вот здесь сверху есть панель инструментов, которой мы можем пользоваться. А новые удельники могут себе поставить монобук? Могут поставить что угодно. Как только регистрируется, дальше идет настройка. Это именно с зарегистрированным участником. Есть разные стили оформления. Их там около десятка. И если участник зарегистрированный, то он себе в собственных настройках может поставить тот стиль оформления, который ему нравится. Что там иншая панель? Да. И в разных стилях оформления разные панели инструментария. То есть можно посмотреть, выбрать, вернуться в любой момент к любому стилю. Это никак не отображается на содержании Википедии. Это чисто ваша панель редактирования и оформление, которое вы видите. То есть каждый участник зарегистрированным может сделать это себе самостоятельно. Ну, например, вот я сейчас зайду под своим логином и паролем, и вы увидите, как выглядит, скажем, у меня, а у меня выглядит это иначе. У меня стоит другой стиль, у меня монобук. Это называется векторное оформление, а у меня стиль монобук. Сейчас я зайду под своим логином и паролем. И вы увидите, во-первых, вы увидите вот здесь сверху другое меню, которое принадлежит уже участнику, который залогинился. А во-вторых… Не надо. Только минуту. И вообще никого. Так, вот вы видите, да, появилась совершенно здесь другая картина, да? Здесь появилось меню. Страница участника, моя страница обсуждения, настройки, список наблюдения, мой вклад и завершение сеанса. Мою страницу участника вы видели на прошлой лекции. Она может быть сделана, может быть не сделана. То есть это необязательное явление. Она может быть даже красной. Изначально она красная, там ничего нет. Вы можете написать здесь какую-то информацию о себе для представления перед другими участниками. Моя страница обсуждения есть у каждого участника. Там обязательно идут обсуждения, которые нужно, если что-то вам надо сказать, пишите чего-то на странице обсуждения. Как только он сделает после этого первую же правку, у него сверху появится предупреждение, что на вашу страницу обсуждения что-то написали. То есть если кто-то на его страницу обсуждения что-то написал, то пока он туда не зашел, ему будет появляться предупреждение сверху. Оранжевая большая плашка во весь экран. То есть что-то пишет? Что вам кто-то написал на страницу обсуждения. Обратите внимание, пока он не зайдет в следующий раз, эта плашка будет появляться при каждой правке его. После того, как он зашел, она пропадет. На свою страницу обсуждения, если он зашел, посмотрел. Настройки. Вот, собственно говоря, настройки участника. То, о чем мы с вами говорили. Здесь у каждого есть такие вкладки. Здесь описывается, кто вы, что вы, как вы там подписываетесь и что вы там еще хотите. А внешний вид описывается на специальной странице внешнего вида. И вот у меня стоит монобук. И вы, кстати, видите, что изменился не только верхнее меню. Обратите внимание, изменилась левая панель немножко выглядит иначе. То есть у меня это все выглядит совсем по-другому. Я у себя все настроил для себя. Да. У меня все выглядит. Это дороже великий. Важное. Важное. Важное питание. Бо. Например, вот я с вектором... Да. Мне не понравилось вот это векторное оформление, которое там стоит. Я взял себе стиль монобук. Вот мое личное оформление. И, соответственно, значит, у меня панель инструментов выглядит совсем иначе. Например, если я возьму там любую статью, открою ее на правку, у меня будет другая панель инструментов. Не такая, как в монобуке. Закладки еще. Да. Другие немножко закладки у меня. Ну, у меня закладки просто выглядят немножко иначе. А вообще у меня просто есть закладки, которых у обычных участников нет. Например, удалить. Это только у владельцев определенных флагов. Вот. Обратите внимание, что у меня панель инструментов выглядит совсем иначе. Во-первых, потому что это не монобук, а не вектор. А во-вторых, у меня еще здесь добавлены так называемые гаджеты. Это каждый может себе добавить их сколько угодно, их огромное количество. Это бесплатные дополнительные всякие кнопки и программки, которые каким-то образом упрощают дополнительные функции. Да. Естественно, что если их становится слишком много, то это сложно. То есть каждый ставит себе то, что ему интересно. Да. Есть куча всяких скриптов дополнительных программок. Вот. И описано там, что они делают. Потому что они вам добавляют такую кнопку или эдакую кнопку и так далее. Так, а как вы вот тут правите? Вот здесь? Ну вот. Правлю так же, как обычно. То есть здесь-то разницы никакой. Просто у меня, смотрите, у меня… Ну показывали, я кнопку ставили. Да. Да. Тогда было… А тут такие… Ну я могу вот удалить это, но я этого делать не стану. Только предварительный просмотр покажу. Да. Из избранной статьи, если сейчас я под своим логином это удалю, ко мне будут большие вопросы. Что я тут вообще творю? И порчу избранную статью. Да? Ну вот нажав предварительный просмотр, я могу посмотреть какие-то там изменения. Большая статья, она будет долго грузиться, не стоит. То есть править я могу точно так же, как и любое другое. Просто внешний вид чуть-чуть другой. Панель инструмента вот этой. Создание новой страницы, переименование и удаление. Вот что мы еще можем делать? Значит, обращаю ваше внимание, создать новую страницу в русской википедии может кто угодно. А вот переименовать страницу можно только через 4 дня после регистрации. Аноним не может переименовать страницу и вновь зарегистрированный участник тоже не может переименовать страницу. 4 дня после регистрации можно заниматься переименованием страниц. Удалением страниц могут заниматься только участники со специальными техническими флагами, подводящего итоги или администратора. Такие флаги введены в русской википередии. В беларусских википередиях на сколько я знаю affiliated алиastern для армиистратов и, соответственно, восстанавливать. На самом деле страницы не удаляются, без возврата, но они просто скрываются и не видны. И видят их только администраторы. То есть страницы не удаляются, они остаются в базе. Все, что было создано в Википедии, остается навсегда. Только некоторые вещи могут быть не видны. На некотором. Некоторым, да. На некотором видны. Теперь по поводу создания новых страниц. Если мы хотим создать новую статью, которой в Википедии, как мы считаем, нет, ее надо написать. Что мы должны сделать? Мы должны набрать название этой статьи в поисковой строке, желательно. Ну, если мы не жмем на красную ссылку. Мы можем нажать на красную ссылку и тут же создавать статью. Но если мы не видим красной ссылки, а просто пришли в Википедию, да, и хотим создать какую-то статью. Что нам надо делать? То мы в поисковой строке. У меня поисковая строка, заметьте, находится в левой части. В векторном оформлении она находится вот здесь. У меня она находится вот здесь, поисковая строка. Ну и, например, ну не знаю, назовите мне какую-нибудь тему. по которой стоило бы создать статью Владимир Мацкевич Мацкевич, Владимир Владимирович нет о нем статьи есть Владимир Александрович Владимир Владимировича нет вот мы нажимаем Мацкевич это будет неоднозначность стоп, минуточку это у нас тут белорусский язык нет, Владимир Владимирович это другой, неоднозначность будет значит нам надо мы видим, что есть статья Мацкевич Владимир Владимирович. Но совсем не тот, который нам надо. Тогда нам надо будет создать, скорее всего, неоднозначность Мацкевич Владимир Владимирович и там сделать ссылку на две статьи, вот эту переименовать и написать Мацкевич Владимир Владимирович советский государственный деятель. Просто государственный деятель, да? В скобочках уточнение. А вторую статью создать, Мацкевич Владимир Владимирович, культуролог, например. Или там философ, не знаю. Философ, методолог. Методолог. Культуролог, скорее всего, он пойдет в Википедию, переименует. То есть, скорее всего, да. Ну, по значимости его буду, то есть по наиболее понимаемому признаку. Культуролог, например. Культуролог. Скобочку. Закрыли. И нажимаем «Перейти». Статьи такой нет. Поэтому нас выбрасывают вот на такую страницу. Результаты поиска. Возможно, вы имели что-то там такое совсем не то. И предлагает создать страницу Мацкевича Владимира Владимировича Культурова. С уточнением. Нажимая на эту ссылку, на красную, мы открываем окно, в котором можем создать нашу статью. И вот здесь, если мы напишем текст этой статьи и нажмем «Записать страницу», такая статья в Википедии появится. Правда, проживет недолго. То есть, пишем мы вот тут вот. Пишем мы вот в этом основном окне редактирования. Вот здесь. Вот здесь. Мацкевич. И так далее. Кто это такой? Это инструменты редактирования. Наведя на каждое из них, мы видим подсказку. Если мы нажмем, то в статье, там где стоит курсор, появится то, что делает этот инструмент. Еще бывает ситуация такая, что ранее статья удалялась. То есть, вы нашли какой-то текст. Вот, например. Я просто так помню, что статью, например. Нарисовское пняжество удалялось. Денежное рабство. Я точно знаю, что удалялось. Потому что было полный хлам. Денежное рабство. Вот мы видим, что такую статью нам не подкидывает. Нажимаем. В поиске. Нам предлагает создать такую статью. Нет ее. Нажимаем. Как только мы нажимаем статью, нам показывает блок. Эта страница ранее удалялась. И мы можем посмотреть, по какой причине она удалялась. Потому что здесь стоит ссылка на обсуждение этого удаления. Может быть, нам и не следует создавать такую статью, потому что причина, по которой она удалялась, не позволяет создавать ее снова. То есть, ну, создать-то мы можем, но ее опять удалять. Какой смысл? Давайте сначала посмотрим, по какой причине удалялась эта статья. Вот обсуждение удаления. Если мы его прочитаем вместе с итогом, которое по нему тут написано, вот итог подведен. Если мы сочнем, что то, что мы собираемся написать, не противоречит тому, что здесь написано в итоге, то есть это другая будет информация другого типа, то есть оно не подпадает под эти признаки удаления, мы можем эту статью создать. Если мы видим, что оно подпадает под те признаки, по которым статья уже удалена, то никакого смысла создавать ее нет, ее опять удалят. Ну и пару слов о подстраницах, так называемых. Я говорил на прошлой лекции, что рабочие материалы мы можем держать на подстраницах участника. Значит, сейчас я покажу, что такое подстраница, чтобы было понятно, и как выглядят эти самые рабочие материалы. Вот так выглядит подстраница участника. Участник, двоеточие, это префикс мы полним, это пространство участника. Имя мое, касая черта слэш, и название той страницы, в которой я что-то делаю. Ноутс. Я могу создавать такие страницы в любом количестве, столько, сколько мне нужно. Но именно вот такого названия участник, двоеточие, имя, касая черта и название страницы. Это страница в пространстве участника. Здесь я могу держать какие-то заметки, какие-то рабочие материалы, ссылки на статьи, черновики и так далее. Я могу здесь работать столько с этим материалом, сколько считаю нужно. Вот тут какие-то у меня таблицы рабочие, шаблоны могут стоять, еще что-то быть, все что угодно. Какие-то статьи тут в моей списке хранятся, еще что-то, в работе какие-то материалы. То есть это создается по желанию участника. Вот статья, например. Эта страница называется песочница 2, находится под страницей, видите, через слэш. Это под страницей называется. То есть основная страница участник пессимист 2006, под страницей песочница 2. Понятно. Работа с историей правок. Очень важная речь. Мы говорили, что вся информация у нас в истории правок сохраняется в любой странице, не только статьи, любой странице вообще, в том числе и вашей странице участника. Соответственно, это можно посмотреть. Каким образом это делается? Давайте возьмем какую-нибудь статью и посмотрим, как сохраняется в ней история правок. Теорема Коуза. Экономическая статья. Мы видим здесь вкладку «История». Она обязательно есть у каждой страницы. Заходим на эту вкладку. Вот здесь инструмент, который позволяет вам изучить историю данной статьи. Вот, собственно говоря, вот эта вся страница является этим инструментом и есть. Здесь правки, вот версии статьи, расположенные от последней к самой первой. Вот они. Вот здесь написано. Это страница истории изменений. И внешние инструменты, статистика правок, поиск конкретной правки, статистика посещений и слежений за этой статьей. Да, я забыл сказать еще такую вещь. Каждый зарегистрированный участник имеет так называемый список наблюдения. Очень важный инструмент. Очень важный. Любую страницу вы можете добавить. То есть вот здесь, смотрите, вот кнопочка у меня, она стоит в списке наблюдения, поэтому стоит кнопка «Не следить». Я ее сейчас нажму, она удалилась из моего списка наблюдения. Если я нажму «Следить», она добавится в мой список наблюдения. Что это дает? Это дает. Смотрите, вот здесь есть список наблюдения вверху. Если я на него нажму, то я вижу все, что происходило со страницами, которые я добавил в мой список наблюдения. Все, что происходило с этими страницами. Кольфтурсти не что написал. Любое изменение, которое там произошло, отображается в этом списке. Это очень важно. Это увлекло на сторонах разного про это. Да, в том числе на страницах обсуждения статьи. Да, если вы страницу добавили. Что ты там писал, что ты там пишешь, давай прописывай. Да, вы увидите, что там кто-то что-то написал. И вы видите здесь описание правок, если они есть. Если есть описание правки, оно здесь будет отображено. Список наблюдения. Очень важная вещь. Так вот, там, где мы говорили про слежение, это какие участники и сколько за этой страницей вообще следят. Добавлено ли они кому-то в списке наблюдения. Здесь написано более чем 30 следящих. То есть больше уже не отображается. А, менее. Ну, то есть, если там буквально 1-2, то оно пишет конкретно, у кого оно отображается. А это як вы себе выбираете артикул? Любые страницы вы выбираете сами, которые вы себе добавляете. Те, за которыми вам интересно следить и добавлять. А як вы их выбираете? Так я же говорю, вот, нажимаем кнопку следить. Нажимаем кнопку следить на любой странице. Она есть сверху вкладочка следить. Как только вы залогинились, вошли под своим именем, у вас появляется вкладка на любой странице. Следить, если она у вас не добавлена. И не следить, если она у вас добавлена. Так само, коли вы правили нечто там. Там унизе есть отзнака, что... Добавить в список наблюдения. Опция можно поставить, когда вы правите страницу. Любую, например. Там, где описание измен. Скажем, вот, страница «Боснийская война». Зайдем на нее. Она стоит у меня в списке наблюдения. Если я здесь что-то исправляю, нажимаю «Править», то вот здесь внизу, обратите внимание, вот здесь, в список наблюдения. У меня она стоит, поэтому уже стоит птичка. Если у вас она не стоит, вы эту птичку можете поставить. По умолчанию созданные вами страницы автоматически добавляются в список наблюдения. Вы можете настроить автоматическое добавление в список наблюдения любых страниц, которые вы когда-либо правили. Но это очень быстро, поверьте, увеличит ваш список страниц до совершенно нечитаемых объемов списка наблюдения. Вы понимаете, когда у вас список наблюдения достигнет, не знаю, если в русской Википедии брать, как у меня, 4000 страниц, то будет вот такая вот картина за один день. Это вот полдня, еще день не закончился, а у меня список наблюдений уже вот такой вот стал за сегодня. А вот за вчера, обратите внимание. И это только те страницы, которые я потом не правил, потому что у меня настройка стоит, что если я потом правил, последняя моя правка, то не отображать. Ну, то есть я уже все там разобрался, чтобы не путаться, чтобы не засорялся у меня список наблюдений. А так, в общем, тут огромное количество получается. То есть если у вас немного в списке наблюдений, вы с немногими статьями работаете, тогда можно добавлять их хоть все, даже если вы там небольшие правки делали. А если вы работаете с большим числом статей, то я, например, добавляю конкретно то, что мне интересно, зачем следить, то я добавляю, иногда чищу свой список наблюдений. Так, вернемся к истории правок. То есть список наблюдений, мы просто немножко отвлеклись в сторону. Давайте вернемся к истории правок. Значит, что можно здесь посмотреть? Здесь можно увидеть еще раз все версии от первой до последней. На странице их тут немного, но бывает, когда у одной страницы может быть и 500 версий, и 1000 версий и так далее. И иногда бывает надо посмотреть, на какую дату там что происходило и так далее. Очень важный инструмент – сравнение разницы между версиями. Вот давайте сравним, что вот моя была предпоследняя правка, вот была внесена какая-то правка, в результате которой, обратите внимание, здесь написано – минус один байт. То есть он что-то тут незначительное подправил. Мы сразу увидим, что произошло в статье по объему. Вот ее общий объем в байтах, и вот изменения в байтах. Понятно, что если там… Выкинул один байт. Да, он выкинул один байт. Если мы хотим посмотреть, где он это выкинул. Обратите внимание, мы ставим два переключателя в эти версии вот здесь. Они по умолчанию стоят в последней и предпоследней. Но мы можем сравнивать любые версии. То есть, например, я могу сравнить вот так, между вот этими двумя версиями. Для вас просмотра, обратите. По умолчанию – предпоследняя и предпоследняя. Нажмем «Сравнить выбранные версии». При нажатии у нас отобразится две вот таких панели. Было – стало. Слева – то, что было. Справа – то, что стало. Ну, здесь один байт, и вот тут сложный. Нет, ну, в оси… А, все. В оси – тире. Да. Там, где тире, обратите внимание. Выделено. Выделено, да? Видать, было минусы. Там после тире стоял минус. Это было абсолютно лишнее. Да? Ну, можно посмотреть более какие-то серьезные правки. Например, сравнить… Там ниже Орис есть побольше. А, да. Ну, вот, например, вот эту правку. Вот взять с предыдущей и сравнить. Я удалял Орис – оригинальное исследование. То, что я счел оригинальным исследованием. Вот я сравниваю две правки. Обратите внимание. Ну, если то, что в желтом… Вот то, что выделено желтым, отминусовано, да? В этой версии его уже нету. Я это удалил. То есть, вот четко видно разницу между версиями. Что произошло между этими правками. Да, раньше опошник, кто не договаривал, я не познашу описание изменов. Да. Полоси. Это неправильно. Довелось и нам для тех, что он там изменил. Да. Если бы он написал, что он пунктуация, тогда и смотреть не надо. Один байт – пунктуация. Ну, понятно, что он там не ванализировал статью, да? Правда. Ну, бывает. Бывает. Такие, какие пишут минус один байт, пунктуация. На самом деле, что там полова статьи измен, измен. Нет, подожди. Как это один байт? Один байт автоматом пишется. А, ты имеешь в виду, что он переписал весь текст? Разница в один байт, да? Написал, что… Ну, понятно. И все. Да, да. Ну, бывает. Но это уже настоящий вандализм. То есть, такие вещи не допустим. А, хоть все один артикл, да? Да, это все одна и та же статья. Мы смотрим праздницы между версиями. А, это и он автодогледженный. Ну, я не веду, я по-русски это будет. Автопатрулированный. Ну, автоматичный. То есть, и он вероходный за все, не зарабил ничего такого, что там будет страшно. Вандализм, да. Ну, участник автопатрулированный, это значит, что он знает правила и в вандализме не замечен. Поэтому его правка помечается автоматически, как отпатрулированная. Да, как надежная, да. Новички, если тут будут править, то будет отмечена как непатрулированная правка. И потом придет патрулирующий посмотреть, что он там сделал. Вот он сравнит версии и увидит, что произошло. И, если там все в порядке, поставит отпатрулированное. Мы об этом на прошлой лекции говорили. Вот это я просто показываю инструмент сравнения версий. Очень важно, когда вы смотрите, что происходило в статье, значит, вы сравниваете версии. Что еще здесь можно посмотреть? Значит, статистика правок в этой статье. Вот здесь, внешние инструменты. Значит, вот здесь информация, какие правки и когда в эту статью вносились, кто больше всего правок внес и сколько, да. То есть, вот написано, там, пессимист 2006 внес 19 правок, из них 6 малых отмечены. Я никуда сюда не ходил. Много нового для тебя узнаешь, товарищ администратор. Здесь по месяцам, видите, сколько правок по месяцам вносилось. Здесь по годам, а здесь общая информация, когда была первая правка, когда последняя и так далее. Кто внес первую, кто последняя. И какая-то там рекламка к этому, да. Статистика поиск... А, поиск правки. Важная вещь. Когда вам нужно выяснить, что это у нас тут такое, куда уходим. Это что вообще такое? Игнорировать. Интересно, потому что нормальная страница. Вы что? Да, да. Хороший. Нормальный, нормальный викиблэйн. Что вы? Не шутите. Не атакует он компьютер. Да, сервисник у меня хороший. Да уж не то слово. Да не надо нам этого. Уйди противник. Значит, вот здесь с помощью этого инструмента можно найти, когда именно появилась та или иная правка в статье, если вам это сложно найти, если очень много версий. Понимаете, там 500 версий, да. Искать вот таким поиском по отдельным сравнениям вы будете полгода. Если вам нужно найти, кто именно и когда внес конкретное слово или конкретный текст, то это делается с помощью вот этого инструмента. Я сейчас показывать не буду, в принципе, можно разобраться. Здесь все по-русски более-менее понятно, да. То есть показывать с какого периода, по какой период вносите поисковой текст и ищите, когда вам его внесем. Он вам показывает, какой именно правкой это произошло. И дальше статистика посещений. Вот здесь это достаточно интересная штука. Тут, наверное, все ходят, опытные участники. Где показывает, как данная страница посещалась за последние 30 дней. Но вот здесь вот эта панелька внизу под графиком позволяет посмотреть за любой период с момента создания этой статьи. Более того, если вы здесь введете название другой статьи, то вы тут же увидите статистику посещения той статьи, название которой вы сюда поставите. А что это такие выплеск вовозный? Возможно, в этот день статья попала на ЗЛВ, на заглавную страницу, знаете ли вы что, например. Или еще что-то произошло. Или день рождения. Или день рождения этого самого Коуза был. И народ массово искал информацию в интернете, заходил на Википедию, смотрел эту статью. То есть было какое-то событие, которое интерес подняло к этой статье. И больше народу на нее пришло. Достаточно много. 400 человек в течение, 600 человек в течение двух дней, тут 700 даже. Это достаточно круто для этой статьи. Ну вот же, 420, тут и 230, 650. Да, можно посмотреть на страницу обсуждения статьи, что там происходило. Может быть, были какие-то моменты с ней связаны. Нет, тут пустая ничего, кроме шаблона ничего нет. Пустая страница обсуждения. Ее никто не обсуждал. А где вы зашли? В страницу обсуждения? Вкладка. А вы сейчас все прям? Ну, конечно, она отовсюду видна. Там ничего вонима. Вкладка обсуждения есть на любой странице, и она видна отовсюду. То есть от статьи, от ее истории и так далее. И в шаблоне артикул? У шаблона тоже есть обсуждение шаблона. То есть если надо, обсудить шаблон. А не категорию? Любого, да. Обсудить категорию, пожалуйста, обсуждайте на странице обсуждения категории. У любой страницы в Википедии есть обязательно страница обсуждения. Это связано, она с ней жестко, не может быть отдельно. Значит, так. Ну, мы, собственно говоря, прошлись по инструментарию немножко, который позволяет нам работать. Значит, поиск правок я показал. Дифы – это различие между правками дифференциала английского. Ну, просто в Википедии очень часто называют всякие такие свой сленг. Вот дифф, если увидите слово, значит, имеется в виду разница между правками. Отмена правки может быть произведена. Сейчас я покажу, как это делается. Ну, и какие-то проблемы, связанные с этими вещами. Значит, если нам нужно отменить некую правку, например, мы сочли, что последняя правка некорректная. Мы хотим ее отменить. Мы заходим в историю правок. И только опошню можно? Ну, нет. Мы можем… Любую. Любую. На самом деле, про проблемы я сейчас немножко скажу. Опошню про сей. Да. Последнюю правку отменить проще всего. Мы нажимаем просто вот здесь «отменить». Он нас выбрасывает на сравнение версий обязательно и показывает, что мы отменяем. Если мы уверены, что все окей, то либо мы оставляем вот это стандартное описание, что мы просто отменили правку. Но это считается некорректным. Здесь надо написать, по какой причине мы отменили эту правку. То есть, вот я писал «уборка Ариса», например. Он внес, я это отменил и написал «убрал оригинальное исследование». Здесь нужно написать, по какой причине правка отменена. Это правильно. Значит, и нажимаем «записать страницу». После этого правка эта будет отменена. Можно отменить несколько правок сразу, последних. Например, мы хотим откатиться вот до этой версии. Значит, мы нажимаем вот так, выделяем вот от этой до этой. Нажимаем «сравнить». И вот здесь, если мы нажмем «отменить», вот тут, то мы откатимся вот к этой версии, которая у нас сейчас слева. Вот к этой. Мы отменим несколько правок сразу. Чехом. Какие могут быть проблемы? Допустим… А если бы это не все могут робить? Отменить несколько правок сразу? Все. Все, даже анонимно. Даже анонимно. Откак все. Ну, слушай, администратора таких еще не знаешь. Понимаете, проблема с чем может быть связана? Допустим, мы хотим отменить вот эту только правку, которая находится в середине, а вот эти все сохранить. В принципе, мы можем поставить вот таким образом, да, нажать и попробовать отменить именно эту правку. И она отменится вот в данной ситуации, как у меня сейчас есть. И все остальные будут сохранены. Да? Но. Бывает, когда текст многократно один и тот же правился последующими правками. Вот здесь возникнет проблема. Он нам скажет, что невозможно отменить правку из-за промежуточных изменений. Конфликт, конфликт изменений возникнет. Поэтому в этой ситуации инструмент отмены правок работать не будет. И вам нужно руками изменять то, что вы хотите изменить. Да? Уже конкретно в тексте. Да? То есть инструментом отмены правок вы это сделать не сможете. Если у вас возник конфликт из-за того, что текст менялся на этот раз. Там частично то, частично это. В итоге правка не отменяется из-за этого. Это то, что я говорил, что движок не может выделить внутри страницы некий объект, да? Который можно как-то зафиксировать отдельно от всех прочих объектов. Вот версию, правку он может выделить. А если потом что-то происходило с этим текстом, то отдельные блоки он уже там не выделит. Для того, чтобы можно было его таким образом манипулировать версией. Редактирование текста. Я вам сразу показываю две инструкции, которые для начинающих. Первая, как править статьи. Вторая, шпаргалка. Это в русской википедии. В белорусской, наверное, тоже что-то подобное есть. Есть витальный шаблон такой. И он к каждому разрегистрованному. Амаля сразу размещается. Але мало кто туда глядит. Да, мало кто туда сможет. Ну, естественно, шпаргалки тоже мало кто сможет. Я хотела вернуться до створения артикула. Да, конечно. В смысле, вот, снова что-то сказали. Мы беремся писать артикулы, как и большие не будут. Да. И вот там, где мы входим в этот договор, я там, в этом поле, ничего не разумею. Вот как мы тут ставим текст. Вы просто пишете. А мы сейчас подробнее, вот, редактирование текста мы к этому пишем. Да, да, да. Мы сейчас к этому... Договорение на той самой... Да, редактирование текста, то, что мы делаем в этом открытии. Я к ворде. Да, как ворде. Это я просто вам даю ссылки на шпаргалки, которыми... Забывайте записать. Ну, там же что-то, вот, розные рубрики. Ставить картинки, подписывать картинки. Вот это и вся лякерыч. Сейчас покажу. Значит, первое, что я хочу обратить внимание. Когда вы пишете там некий текст... А ВП это что такое? Это пространство Википедии. Вы можете вместо ВП писать Википедия. Это просто сокращение. Я так сам неких годов не веду, что это такое ВП. Это пространство Википедии. По кульке не подказали люди. Значит, если вы наберете в поисковой строке ВП, как править статьи, вы попадете на эту шпаргалку. Или Википедия, как править статьи. То есть это не важно. Вы пишете ВП или Википедия, это одно и то же. Обращаю ваше внимание. Разрыв строки не влияет на разметку. То есть если вы просто сделали перевод строки в тексте, это никак на тексте не скажется. То есть он будет продолжать идти в той же строке. То есть вот в Викиразметке перевод строки на разметку не влияет на показ. Это первая такая вот... Если человек пишется. Если сделали перевод строки, то только вы будете в окне редактирования. А когда вы нажмете записать, то этот перевод строки виден не будет. Будет текст продолжаться. Если вы можете заработать без этого текста, то просто один родок пропуску заработать. Это абзац, извини меня, дорогой мой. Так это же разница есть. Если ты делаешь перевод строки без абзаца, то только вот таким способом. Это вот бррр. Ну вот такой тек вставить надо. В конце того места, где вы хотите сделать разрыв. Он есть под окном редактирования. Да, там есть инструментарии, все эти теги, они под окном редактирования у вас стоят для справки. Бррр это просто значит поставить... Брейк, брек, разрыв. То есть он переведет строку, и следующий текст начнется с новой строки без абзацного отступа. Понятно? Для нового абзаца нужно оставить одну пустую строку. То есть когда вы хотите начать новый абзац, вы делаете два раза рентом. Понятно, да? Ну сейчас я покажу на всякий случай, чтобы было совсем понятно. Открываем текст на редактирование. О, обратите внимание. Я открыл правку сделать. То есть я открыл окно редактирования. Вы видите, что вверху появилось? Желтое. Желтое. Видите вверху желтую плашку? Вы получили новое сообщение. Кто-то с момента, когда я в предыдущий раз открывал окно редактирования, написал мне что-то на страницу изменения. На мою страницу обсуждения. У меня будет это уведомление вывешиваться до тех пор, пока я не зайду на страницу обсуждения. Свою. Вот я сейчас зайду и посмотрю, что мне там написали. Предупреждение за войну права. Не важно. Так, значит, возвращаемся. Обратите внимание, вот переход к новому абзацу. То есть если я делаю вот такой разрыв, вот, видите, разрыв строки, да, то он будет продолжаться текст теорема-коуза вот в этом месте, вот там, где сейчас стоит курсор. Такой разрыв не даст ничего. А если я сделаю вот так, то будет новый абзац. А этот бур, что он даст? А сейчас я покажу, что он даст бур. Там будет, то есть не новый абзац, а просто там скончится текст, а это почти от початку, от края. Так а чем это отразляется? А не будет... Абзац на отступ. Абзаца не будет. Ну отступ, просто не самому по шапку начинается. Сейчас покажу. Смотрите внимательно. Где там за зараза где-то? Сейчас вернемся. Не, там есть. Нет, сейчас, сейчас, сейчас. Так, контрактов, сбор. Так, сам термин транзакционной издержки. Вот, смотрите, смотрите внимательно. Сам термин транзакционной издержки контрактов. Точка. Вот здесь стоит у меня БР после точки. Кранатик, прага помешивая. Видите, где теория Макоуза началась? С новой строки. Я поставил БР. И не маратка пустого. Ясно. И нет вот этого... Она может быть такой. Ну бывает иногда это необходимо. Для каких-то оформительских целей. Я просто обращаю ваши внимания. Некоторые удельники только так и робят. У нас в Белорусской Китаде есть удельники, скажем, мне это пустыротки не подобаются. Это неправильно. Это неправильно с точки зрения на оформление. Я так само им указал, но это же мне так подобается. Ну и что? Ну подобается... Ну она так пишет. За ним все ходят правильно. Не, мы не ходим. Даже не править? Ну, управлять там... Редактирование текста. Значит, форматирование. Значит, вот у вас сверху там есть панелька инструментов, которая я показывал. Она позволяет форматировать нажатием кнопки. Здесь я просто буду показывать, как это делается. Для того, чтобы текст был жирный, ставится... Он берется в три кавычки одиночные со всех с двух сторон. Для выделения жирным. Для выделения курсивом две одиночные кавычки с двух сторон. Значит, выглядит это в статье следующим образом. Теорема Коуза. Видите, выделена жирным. Вот это выделение. Слева и справа сделаны по три к одиночных кавычки. Здесь это жирное. То есть, если мы нажмем, например, выделим слово положение, допустим, мы хотим его выделить жирным. Нажимаем вот здесь. Раз. И оно выделится. Просмотр. И вот слово положение у нас тоже показано, как полужирное. Понятно, да? То же самое курсив. Обратите внимание, вот, the problem social cost. Нет, это сделано шаблоном. А, это шаблоном? А, да. Это шаблоном. Сделано. Сейчас я поищу, есть ли тут у нас курсив. Ну, не важно. Сейчас я сделаю руками. Концепцию на примере рассмотрения. Курсив. Вот у меня кнопочка курсива. Да? Нажимаем просмотр. И видим. Транзакционные излишки. А, у меня. Концепция на примере рассмотрения. Видите? Оно стало курсивным. Можно сделать полужирный курсив. Тогда уже пять кавычек надо. Тогда будет полужирный курсив. Понятно, да? А хибави-то, ну, оправдана самим, вообще, рациональностью выкористания информации? Нет, ну, это... Просто так, нельзя поставить жирный курсив? Нет, конечно, это должно быть... Нет, я курсив, я прокладываю курсив. Это примеры, да. То есть, на самом деле, выделяется жирным, выделяется вот первое, первое, значит, название статьи в начале, да. Где-то, может быть, и курсив нужен, где-то что-то надо жирным, но это должно быть оправданно. Это заголовочки внутри? Нет, нет, заголовки совершенно иначе оформляются. Это форматирование текста, обратите внимание, не форматирование заголовков. Зачеркнутый текст. Ну, вдруг понадобится. Ну, когда есть живый шокман, там так само. Это из HTML, да, взято. Опять же, эти инструменты у вас под окном редактирования есть. Если вы выделяете некое слово, то для того, чтобы сделать его зачеркнутым, у вас под окном редактирования вот это SS, тык, и он вам его... Или это звучание в размолах. Да, обычно это в разговорах, когда нужно... В артикулах. Да, в статьях это очень редко, почти никогда. Ну, много есть этих инструментов, они описаны в тех шпаргалках, которые я вам приводил. Али основные инструменты в этой дужке, какие робят по ссылке, в основном больше ничего... Списки нумерованные и смешанные. Помните, мы говорили, что внутри статьи тоже может быть список, да? Значит, вот как. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Так, что-то назад, объясненько. Вот. Так. Значит, для того, чтобы сделать списки. Списки обычные, ненумерованные, делаются звездочками. Значит, сейчас я покажу, как это выглядит. Вот, например, в этой статье. Обратите внимание, раздел ссылки сделан в виде списка. Да, вот, так сказать, выделения. Горный элемент кровки. Да. Такой вот маленький квадратик. Значит, это выделение делается звездочками. Вот одна звездочка, вот вторая звездочка и вот третья. То есть там, где у нас возникает звездочка, там возникает элемент списка. И он, с этой озорочкой, робит и сама снова воротка. Да, это сразу делается. Там не требует никаких брен, не шоу. Да, она делает сразу новую строку и создает элементы списка. Если мы хотим сделать нумерованный список, то вместо звездочки ставится решетка. Тогда будет один, два, три и так далее. Просто решетка. Ну и бывают смешанные списки, когда, ну это уже лучше будет почитать непосредственно в инструкциях. Да, там, когда соединяются там звездочки с решетками и все это вместе. Выравнивание текста тегами HTML. Это имеется в виду выравнивание налево-направо. И пи там есть. Да. Выравнивание, значит, влево-вправо. Значит, ну опять же, это лучше считать, потому что иначе мы тут до завтра не закончим со всеми этими вопросами. Горизонтальная разделительная линия 4 дефиса. Ну и она совершенно не вкрустовывает. Да, это довольно редкое явление. Если вам нужно сделать просто горизонтальную разделительную линию тоненькую, 4 дефиса, и у вас со следующей строки у вас возникает горизонтальная разделительная. Чемпионовый раздел, да? Ну, это не раздел. По разделам мы сейчас поговорим. Новый раздел, и мы сами расскажем. Значит, внутренние ссылки. Это мы говорили в самом начале, ему нужно заключить двойные квадратные скорки. Вот так. И там на панели инструментов есть дужки. Такой инструмент для того, чтобы это поставить, имеется. А просто вылучшаешь этот слой, якого хочешь зарабить по спасылку, натискаешь там на этот гузик, и ставятся эти дужки. Появляется внутренняя ссылка. Если такая страница вот с таким названием есть, то оно становится синеньким. Если такой страницы нет, оно становится красненьким. И тут у меня это сама спасылка на ту артикуль, да? Да. Это текст, название должно быть страницы конкретной. Вот это должно быть название конкретной страницы. Ну, тут и оно... На существующую и несуществующую. Другие варианты. Если вам нужно выделить часть слова как ссылку, не отрывая окончание, то вы делаете вот таким образом. В результате все слово будет слит, написаться, будет написано синим годовщина, а ссылка будет идти на статью год. Понятно, да? Если у вас текст, название страницы и текст в статье немного отличаются, то вы ставите между названием страницы и текстом в статье вертикальную разделительную черту, pipe. Одиночную, подчеркиваю. Один pipe. Без пробелов слева и справа. Ничего не нужно. Никаких пробелов. Нет, оно обработает, но не нужно. Нет, оно обработает, но это будет некорректно, да. То есть для того, чтобы сослаться, у вас стоит текст французский, чего-то там. Вы хотите с этого текста сослаться на статью Франция. Значит, вы ставите вот такую ссылку. Франция, pipe, французский, и все это вместе вдвойных скот. И это все будет вашим текстом? Это будет синее слово французский. Нет, слово Франция не будет видно. А, не видно. Будет видно только слово французский синим цветом. Вот так. А когда человек нажмет, он попадет в статью Франция. Внешние ссылки. Когда мы ссылаемся не на Википедию. Вот обратите внимание, как оформляются внешние ссылки. Для того, чтобы текст стал внешней ссылкой, его нужно оформить в одинарные квадратные скотки. Не двойные, как для внутренней, а в одинарные. И при этом между текстом ссылки, которая стоит слева, и названием, которое будет видно в статье, которое стоит справа, должен быть пробел, а не pipe. Пайп ставится на внутренних ссылках, пробел на внешних. А где этот пробел? Вот, между тутбай, пробел, портал тутбай. Видите? А, пробел. Вот, вот пробел. Вот этот пробел. Как только заканчивается ссылка, возникает пробел. Вот он. Который поставить, он не возникает. Да, но вы его руками должны поставить. Остальные пробелы, они уже будут просто отображаться, как пробелы в статье. Да, вот этот пробел уже не важен. У нас здесь посылки. Вот здесь нужен пробел. Да, тогда вот это считается, как внешняя ссылка. То, что от HTTP начинается и до пробела. То, что отсюда считается названием. Выглядеть будет вот так. И вот эта стрелочка дает понять, что это внешняя ссылка. Вот, обратите внимание, значит, не видно по внешней ссылке, рабочая она или нет. То есть, страница могла измениться. Вот по внутренним ссылкам видно, красная, да? Нет такой статьи. По внешним ссылкам такое определить по внешнему виду ссылки невозможно. То есть, пока вы не щелкнули на ссылку, вы не знаете, правильно она, неправильно. Есть там какая-то страница, нет там никакой страницы. То есть, могут быть разные варианты. Вот теперь мы переходим к вопросам заголовков. Как делаются заголовки? Первый заголовок в статье должен быть обязательно выделен вот так, как здесь написано, заголовок первого уровня. Это обязательное требование, так сказать, правильного оформления движка. Заголовок второго и третьего уровня делается, соответственно, вот такими. Тройным знаком равно, четверным знаком равно и так далее. По-моему, там до семи уровней, если я не ошибаюсь. А что такое пишем, если они другого узнали? Ну, под заголовки, под заголовки. Сама название статьи не выделяется. Именно разделы. Это для разделов. Да? Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот у нас статья Тиарема Компин. Ну, давай сейчас возьмем какую-нибудь статью. Тут Минск. Да, вот там Стиллера, может быть, по-моему, статья побольше. Ну, здесь давайте сначала одноуровневые посмотрим. Один уровень у нас только в этой статье разделов. Значит, первый уровень заголовков. Биография подчеркнутая. Это делается вот так. Сейчас смотрим сюда и видим, как это получается. Вот, видите, да? Вот так делается заголовок первого уровня. Есть ли таких заголовков в статье несколько? Вот, пожалуйста, биография, сочинение, ссылки. А эта рысечка сама вылезет. Это все автоматически формируется тем видом оформления. Два равно с одной стороны, два равно с другой. Это делается автоматом. Теперь, если мы возьмем, например... Биографию зайти, зарабить детинство там, что там, творчество. Да, да. Делаются так заголовки. Спереди, перед первым заголовком обычно делается преамбула. До заголовка первого. Да? Делается преамбула. Потом первый заголовок. И так далее. Значит, сейчас возьмем статью какую-нибудь со сложным оформлением. Там, где будет больше, чем один уровень заголовков. Посмотрим. Минск. Минск. Пожалуйста. Открываем статью Минск. Вот, придем сейчас сюда и посмотрим. Вот у нас заголовок первого уровня, видите, подчеркнутый, да? А под ним еще какие-то секции с заголовками. Как это выглядит? Вот первый наш заголовок с двумя знаками равно. И вот следующий уровень климат. Нет, он географично. А, географично тоже, да, сразу, вот. Видите? Как это будет выглядеть? Еще раз возвращаемся сюда и смотрим. Вот так раз заголовок, вот так два заголовка. Все пробелы снизу-сверху, все черточки, все это формируется автоматически созданием такого заголовка. Как только у вас возникает много, более четырех заголовков в статье разных, четыре, не важно какого уровня, но важно, чтобы их было четыре и более. У вас автоматически формируется оглавление. Вот это вот содержание раздела, видите? Оно формируется автоматически, если вы это не запретили или не перенесли в другое место и так далее. Как только возникает четыре раздела. Здесь их, естественно, намного больше, поэтому вот оно автоматически сформировано. Щелкая на любой пункт, вы переходите к этому разделу. А кто створал этот артикул? Понятно, много разных людей. Поглядеть в историю. Историю статьи вы открываете и видите, кто вы. Нет, думаю, можно вот так помнить, помнить. Нет. Нет, там шмат вельми. Или там, думаю, очень много людей. Розные анонимусы ходили. Оформление цитат. Помните, мы говорили об авторских правах, что включаются в статью цитаты. Вот вариант оформления цитат. Ну, если блок квота есть... Под окном редактирования. А вот это то, что квадратными скобками, это шаблоны для оформления цитат. Это специальные шаблоны для оформления цитат. Можно ставить вот так блок квотом. Они выглядеть будут немножко по-разному, но будет видно, что это цитаты. Вы можете видеть в статьях в Википедии разные типы оформления цитат. Сейчас я вам покажу. Из-за того, что там, не знаю... Есть в Википедии цитаты. Да. ВП цитаты. У меня есть правило ВП цит, которое я сам писал. Капитализация. Спокойно. А, блин. Точку с запятой поставил вместо двоеточия. Это двоеточие или что? Это точка с запятой. Точка с запятой. Надежда. Один двоеточие. А, на английском его пройдите. Не-не-не. А, мы на английском. Нет. На русском. Шесть? Шифт шесть. Вот, все, попал. Ой, плюс. Не мой новый букв, поэтому немножко не попадаю. Так. Википедия цитирования. Это правило я писал, поэтому здесь будут варианты. Значит, вот варианты, как могут выглядеть цитаты. Дальше. Вот. То есть, вот так выглядит. Сейчас мы откроем код и увидим. Значит, вот вариант. Вот такой начало цитаты, конец цитаты. Вот вариант с показом еще дополнительного оригинального текста есть такой вариант шаблона. И вот это, по-моему, тот самый блок квот, про который у нас первым стоял вот этот вариант. Или этот шаблон цитаты. Тут нет блок квота, да? Нет, да? Ну, не важно. Так, а блок квота, это что отрывается? Сейчас посмотрим. Отрывается, правда, то есть то самое. Почти так уже. Это для коротких цитат. А для... Для длинных, да. Для великих, правда, меньше. А это не витается на углу смешения шмат и великих цитат. На углу шмат цитат... Да, я это говорю, что цитаты злые. Это я рассказывал. Это я все рассказал в первой лице. Осознавательный вопрос. Так, вернемся сюда. Значит, это вариант оформления цитат. На самом деле их может быть больше. Вот эти шаблоны, это шаблоны русской Википедии, белорусской. Они могут быть какие-то другие, но всегда есть какие-то варианты, как оформить цитаты. Такие же есть, да? У вас тоже есть, да? Ну, вот есть ретарашкирицы, что-то похожее. Важный момент. Мы должны ставить сноски на источники, как я, помните, говорил. У каждого нетривиального тезиса, нетривиального факта мы должны ставить сноски. Вот так оформляются сноски. То есть я выделил синим тексты какие-то, да, которые там что-то где-то делаются. А черным я выделил оформление сносками, да? И в итоге у нас в конце, вот там, где стоит этот раздел, вот там, референс, либо примечание, либо рефлист, вот эти вот штучки, да, у нас будут отображаться те сноски, которые стоят в тексте статьи. Как это выглядит? Я сейчас покажу на какой-нибудь статье первую попавшуюся, ежели там найдется сноск. Хрена сда. Никакие, надо сноски не ставят. Пишут какую-то чушь, без источников, без сносок, вот следующее. Я сейчас в группу пытаюсь. Все что угодно, а сносок нет. Ну, а ты вставишь, да? Сносок нет. Давай уже в Минск. Давай. Уже начали. Да, вот это то, что я говорил, что я описывал модельные идеальные случаи. Но вот способов шмат, если робить сноски, а ли вот тех реф, и он самый такие простые. Вот, обратите внимание, как выглядят сноски здесь. Сейчас я вам покажу их в тексте. Вот, смотрите, вот, вот сноска. Реф, нейм, поп, это начало. То есть можно делать без этого, это сделано для повторения последующего. Вот эта часть, да, вот эта. То есть если мы сделаем вот так, это тоже будет правильный вариант. Вот начало сноски, реф, и вот ее конец. Это очень важно, чтобы было начало-конец, это обязательно. А внутри стоит, собственно, текст самой сноски, ссылка на источник. В квадратных? Да, в квадратных. Это ссылка, внешняя ссылка, видите? Вот тут на Белстат посылка. Внешняя ссылка на сайт Белстата. Смотрите, ссылка хттп, тттттттт, пробел. О демографической ситуации за апрель 2012 года. Теперь мы посмотрим, как это будет выглядеть в статье. Идем вниз, это у нас, по-моему, четвертый. В карточке. В карточке? Да. Население. Население, вот это, да? Да, да. О, вот это. Вот сноска, пошли сюда. Видите? Вот она. Внешняя ссылка на Белстата демографической ситуации 2012 года. Да? То есть, вот мы поставили реф, реф между ними и текст. Здесь оно отображается вот так. Если мы на нее нажмем, мы попадем в раздел. А как раздел этот выглядит, сейчас я вам покажу. Вот, что отображает наши сноски. Да? Вот эта часть, это то, чтобы они отображались в две колонки. Пайп 2 в две колоночки. Можно сделать и без этого. Вот так. Тогда они будут отображаться в одну колонку, обратите. Ну, здесь не видно, потому что на статье. Это что это такое? Это отображение сносок. Это отображение сносок, чтобы они были вот здесь, внизу. Вот они, видите? Вот это двойные фигурные скобки примечания, это шаблон отображения сносок внизу статьи. Ну, то есть, вот в том месте, где вы поставили этот шаблон примечания, там оно будет отображаться. Сами сноски находятся в статье, внутри они там видны в тексте. Но отображаются они как циферки. А там, где вы поставили примечания в двойных квадратных фигурных скобках, там эти сноски все лягут. И туда будет ссылаться. То есть, вот, таким образом оформляются сноски на источнике. Вот здесь я это просто показал как бы схематически, мы это только что посмотрели в статье. То есть, можно поставить вот так reference, вот такой вот тег поставить. Можно поставить примечания. Так, что-то у нас надо. Можно поставить реплист в текущих скобках. То есть, вот такие три варианта есть. В белорусском реплисте просто есть шаблон сноски, он там в низе, агентство номера договора не лезет. И он сразу рубит и скобки, и все остальное. И раздел нового износки. Да, у нас тоже есть шаблон примечания, который стоит внизу под окном редактирования. Вы на него нажимаете, и он создает раздел примечания, шаблон. Все, вам остается только записать. Нажать кнопочку. То есть, там все создается автоматически. Как создать таблицу? Значит, я показал пример. Вот таблица на самом деле не очень хорошо, вот этот недостаток движка, он не очень удачно создает таблицы. Таблицы там достаточно сложно оформлять, тяжело. Значит, я показал пример таблицы 2 на 2 ячейки. Да, вот таким образом надо описывать. Опять же, в панели инструментов есть кнопка «Создать таблицу». Вы нажимаете, он вам вот такую таблицу создает. Если вам надо делать больше, значит, нужно, соответственно, делать дополнительные ряды. Есть специальная страница, википедия, двоеточие, таблицы, да, где описаны правила оформления таблиц, приведены примеры, коды этих таблиц, выделение ячеек цветом, объединение ячеек, разделение, как вставить там дополнительные ряды и так далее. Все это очень детально описывается, википедия, таблица. То есть здесь просто нет времени разбирать все на свете. Я потом это и не запомню. Конечно. Я вам просто ориентирую, чтобы вы, так сказать, где-то что-то это могли искать и понимали, что вот как бы где-то это есть. Как делается иллюстрирование, как вставлять иллюстрации? Сами иллюстрации хранятся отдельно, либо на викискладе, либо в русской википедии на отдельных страницах. Как вставить в статью? Вот обратите внимание, двойная фигурная скобка, файл двоеточие, название этого файла, взятое с викисклада, либо со страницы, где он есть. Дальше пайп, вот этот темп, значит, это рамочка. Рамочка вокруг картинки создается так. Еще пайп, число пикселов px. Еще пайп, описание. Все, и двойные квадратные скобки закрыли. Все вот эти параметры, кроме имени файла, являются необязательными. То есть вы можете их не использовать. Можете использовать, можете не использовать. Нет, если там не будет, и она будет вот такая. Если там не будет, то картинка будет такого размера, какого она загружена. Может быть занятие во всю сторонку. Да. Нет, ну можно сделать без там, можно написать 200 пикселов. Понимаешь еще в чем проблема? Если ты ставишь просто тамп, то он ставит по дефолту определенный размер. И все картинки будут одинакового размера по ширине. Не всегда. Бывают горизонтальные, бывают вертикальные. Это уже надо смотреть. То есть вы ставите, наживаете предпросмотр, видите, как будет выглядеть ваша картинка в тексте. Да? А можно еще раз пытание? Это все описано, да? Да, конечно. ВП иллюстрирование. Википедия иллюстрирование. Вот пример. Файл вавилон.gpg. Тамп 300 пикселов, вавилонская башня. Вавилонская башня будет написана под картинкой. Вот, когда вы зарегиструетесь, мы вам витальный шаблончик поставим. И там будут все ссылки. Как математичную формулу работать, как таблицы, как форматовать. Все будет. Значит, у вас, как только вы начинаете делать правки, у вас на странице обсуждения появляется шаблон. А я не веду, я понял, зарегистрировал. Вы в Трошкевице или в Нормативке? Ну, мы хотели обед... Я хотела обедить, мы обмерковали, что обедили, а Ли, тот, который регистровал, я так и не подсумношила. Я веду, я имя... А как вы заходите? Я еще не заходила. Вы еще не заходили. Тогда у вас еще и нету там ничего. Надо сделать первые правки, тогда у вас появится этот самый. Или у вас автоматом с регистрацией. А у нас только после первой правки. А вы отразу бачите, что новый уделик зарегистрировал? Да, список новых участников видим, конечно. Мы зарегистрировались у понеделок у вечера. Понеделок? Альбом турок. Где? Не знаю, человек, кому кто-то про регистрацию сделал, чтобы она потом пользовалась. Мы так не думали оберковали. Даже не знают, белорусская или второшкевица. В принципе, моя идея дублевать, рабиться от нолького. Есть глобальная рахунка? Нет, учетная запись и понятно. Она говорит про статьи, чтобы делать и второшкевицу, и нормативку. Потому что там великие могут возникать проблемы, когда рабиться только в одной. Почему великие прогнозы? Потому что, скажем, вот эта тема, с которой мы будем працевать, она, в принципе, не будет ни пожиданно, когда будут раптом два абсолютно разные артикулы. Ну, я вам говорил, да, что вы делаете коллективное редактирование, вы не можете, даже будучи основным автором, навязывать свое видение другим. Нет, это все правильно. Нет, это все вернедобно. То есть, они все равно будут немножко различаться где-то и как-то, да, или немножко, ну, зависит от того, что там. Будут ли другие редакторы обращать на них внимание еще? Это не факт. Значит, ну, собственно говоря, на этом я предлагаю сегодня завершить. Вот, это очень быстрый голубь по Европам, поверьте. У меня на это дело в курсе отведено пять мастер-классов по два часа. Ну, конечно. Вот на практическую часть работы. Это я очень-очень быстренько пробежался по техническим аспектам. Я не знаю, ребята, вы еще что-нибудь добавите к тому, что я сказал? Ну, Вильюшмат это сказал. Мою лекцию, я не знаю, вы видели, не видели, ссылку на сайте Летучего университета, я не знаю, там в Фейсбуке точно она там есть. Ну, я брошу ссылку, вы увидите, то, что я начитал по содержательной части. По субботу мы имели. То есть, я рассказывал в основном по пяти столпам, по русской, естественно, в Википедии брал, и рассказывал о пяти столпах. Как это следует понимать? Просто парада такая, что коли зарегиструетесь, и в этой витальный шаблончик у вас будет, и он будет, ну, амаль, одразу там у них-то поставить. Коли некие пытания есть, может одразу туда завернуться на свою сторонку размон, там, или обсуждение. И там, амаль, все отказы вы знадите в этом витальном шаблончику. Так, это, значит, по идее, коли есть вот эти две, две белорусские википеды, регистроваться в трамвом обеде. Нет, можно в одной. Вы можете зарегистрировать с одной, поставить опцию глобальная учетная запись. Помните, я показывал управление глобальной учетной записью. Оно сейчас автоматически делает. Автоматически глобально делает? Да, ну все тогда. Тогда вы просто заходите, вы регистрируетесь в любой, заходите в ту, и у вас под тем же логином вы можете работать. Вось, 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 когда вы первую правку сделаете, в иншине, там вот автоматично вас зарегистрируют по глобальному раху. Да, как только вы делаете первую правку в любом разделе, ваша учетная запись будет действительно везде. Вы с этой учеткой можете заходить во все разделы. И уже регистрироваться не нужно, только логиниться. Причем вы залогинились, вы щелкаете, вот по интервьюкам вы видели, да? Я захожу в другой раздел, я не делаю дополнительного логина, а просто... Разлогинься дорадши. Кстати, да. Это спасибо, что напомнило, а то, что достался бы мой, это было бы корову. Да, надо разлогиниться слегка. Так, все, завершение сеанса, да, не забывайте, значит, на чужом компьютере делать завершение сеанса, чтобы выйти. Вот, завершил сеанс работы. Тут дорадши шмат этих в окна, там надо бы поглядеть, как бы... Нет, он автоматически разлогинивает во всех, это можно не смотреть, это уж поверь. Я найти выпадок, закрываю все, кто потом... Нет, это разлогин, он все, он у тебя вылетает сразу полностью за глобальный учет.